Михайлов день иногда называют гостевым и в честь него устраивают щедрых застолье. Считалось, что число гостей в доме говорит о количестве в нем счастья. В эту дату, 21 ноября, главным гостем в Даниловском филиале Дома культуры стал фольклорный ансамбль «Веретейка» из Фрязина. Артисты зрителям подарили именно те песни и пляски, которые ранее в деревнях были в почете. Осенью, когда урожай собран, молодежь собиралась на вечерки и посиделки. Жители деревни помнят, как это было раньше в Данилово. Традиция собираться и гулять. Старейшая жительница Мария Федорова вспоминает былые времена. Сколько гостей собиралось в доме. Гармошка и балалайки. Все на свете. Много, по три дня. На третий день только гостей провожали домой. По домам расходились. Вот так гуляли. Весело было. Хорошо. Никакой, ни драки. Ничего не было у нас. В Михайлов день в Данилово вспомнили историю. Именно в этой деревне сконно русские престольные праздники обретают современное толкование. Они и по сей день не забыты. Летний престольный праздник выпадает на 1 июля. День страстной иконы Божьей Матери. А теперь будут отмечать и зимний праздник. Михайлов день – престольный праздник. Все к нему готовились тоже. Каждый житель у нас что-то принес свое. Как на Руси всегда было принято застолье в складчину. Собрали всем миром стол и вместе теперь трапезничаем. Так же, как и в старину, на стол подали чай с пирогами и принесли разносолы со своего огорода. Такой пир не считали греховным и расценивали как позволительный перед Филипповским постом, начинавшимся 28 ноября. Сегодня собрались здесь такие жители преклонного возраста, которые помнят эти все, все традиции. Я думаю, с их помощью мы будем это все возрождать. Потому что мы должны знать свою историю. И, к сожалению, наше молодое поколение мало этим интересуется. Но нужно их все-таки к этому подвигать. Михаилов День в Данилово престольным праздником назвали не случайно. В свое время здесь был храм, приписанный к подворью Чудова монастыря. Храм в честь святого архангела Михаила существовал в деревне Данилово до советского периода. После он был разрушен. И только в 2006 году отец Феофан решил возродить историю и построить храм на свободном месте, на въезде в деревню. На том месте, где он был ранее уже построен жилой дом. В 2015 году храм начали строить на пожертвования жителей и меценатов. Уже возведен корпус здания, установлены купола. Однако дата окончания строительства и ввода в эксплуатацию еще неизвестна. Как будут деньги, так будет и работа. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.